Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем тематические занятия, которые я проводил с 1991 года в Потеряевке по воскресеньям. Староста записывал на магнитофон, кассетный был, но некоторые, видимо, концовки потеряны были. Потом я уже здесь, мне тут один взял магнитофон, чтобы ногой можно было включать и выключать, и на машинке печатал. Ну и сохранилось 123 занятия тематических. У нас там почта через сельсовет, там складывают письма, и сиськовы там забирали. И как раз речь шла о письмах, у меня тема письма. Что о письмах известно, я много писал раньше, у меня уходило за год от меня 1200 писем. Это 1200 конвертов написать надо было. Ну просто я люблю это, называется пистолярное наследие. Когда меня арестовали, то взяли очень много, я сам переплетчик-реставратор, и письма эти переплетались в тома. И у меня было очень много переплетенных, как книги, с твердыми корочками, ну с капталами, там бывают даже не знаю, ну настоящие книги. И когда в гости приходили люди, книг много, а брали, доставали открытые письма для всех и читали. Мы ездили когда, билеты какие были, в Эрмитаж заходили, и все подклеено было. Все, да мне говорит там судья, во дворе краевого суда жгли, два больших, две большие кучи сжигали. Ну там пленки там может быть были, что еще, не знаю. И вот я освободился когда, и снова у меня накопилось 77 томов писем. Тома, по 650 страниц примерно, каждый том. И называется письма, эпистолярное наследие. Иногда слышишь, что человек где-то болел, и его никто не посетил. Или даже умер, и об этом никто не знал. И Анна Тауз говорит, что за одно это ты будешь отвечать, что не нажил себе друзей, чтобы тебя посещали больного и помолились на пользу твоей душе после твоей смерти. Как же ты жил, что не приобрел себе друзей-то, молитвенников? Самое, говорит, страшное для престарелых людей, когда где-то в доме инвалидов, где они и одинокие, никого нету, ни родные, никто не посещает, все от них отвернулись. Ну это, Златоуст говорит, ты сам себе это приготовил, и за это придется отвечать. Потому что никому не помогал, никого не посещал, тебя никто не посещает. У нас сестра Валентина Шитикова лежала, ну бывший военный госпиталь, у нее там подозрение на туберкулез было. И врачи говорят, вот работаем все время сколько в больнице, и еще не видели, чтобы одного человека столько людей посещали. Она на первом этаже, а этаж высокий такой был, и в окно она нас видит. Приходили ей там, что-то передавали официально, а в основное время приходили там или молились и говорили. Мне вот операцию сделали, и только разрешили приходить. В один день 18 человек пришло. И даже корреспонденты, фотокорреспонденты, совершенно не нашего круга люди, с кем я общался, услышали. Мать пришла с ребенком, который непослушный такой был, и она пришла с ним, он говорит, совсем другой у меня стал сын-то, пришла отблагодарить. Я просто говорю о том, что на практике это можно проверить, и общаешься ты с людьми или нет. Вот день рождения, и бывает никто не поздравит. Не надо и поздравлять, но все-таки это интересно. В прошлом году у меня был день рождения, а я уже выехал 10 июня по новому стилю. Больше тысячи поздравлений. Но не успевает, а звонит непрерывно отовсюду, и за границей, и желания такие, из епархии, из местной. Ну откуда только нет, даже не могу сказать. Там с Австралии, и в мой мир, и в ютубе, и по скайпу. Почему? Дружба? Лука 16.9 И я говорю вам, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Чтобы друзей приобретать, нужно иметь уступчивый характер. Если у человека вздорный настрой в душе, рогами упирается, на своем одном годами стоит, он никогда не будет иметь искренних друзей. Вот я говорю, у нас потерявки были. Вот живут уже 25 лет, и работает, работник был хороший. Ни одного человека не приехало никак. Как это так можно было жить? Ни одного за четверть века. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. То есть, когда-то что-то действительно, может быть, было, согрешил, но и чего теперь то, если он не повторяет это? Нужно уметь уступать, иметь миролюбивый характер. Но это не означает быть бесхребетным. Мы многое можем уступить и католикам, но только не можем признать главенство Папы, его обожение. И сектантам многое можем уступить, что они будут иметь у себя не схожее с православными. Но никак и никогда нельзя признать их «самозванное священство», в кавычках, «настоящим». Ибо оно не имеет рукоположения, связанное по нисходящей линии с апостолами. Это наследники Дафана, Аберона и Корея. Число 16 глава. Мы должны определить, за что нам стоит стоять. Есть выражение, приписываемое Тартулиану и Блаженному Августину. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. То есть, надо знать, что главное. Вот я и говорю, мы можем где-то уступать, но согласиться, может и так все это. Спорить не надо. Долгожителя нашли где-то в Дании или в Норвегии. Берут у него интервью, как вы жили, чем питались. Он говорит, так все одинаковое, как у всех. Мясо не ел, ни горячее, ни холодное не ел. Говорит, теплая пища всегда была. Ну, что-то особое было, не знаю, говорит. Но я никогда ни с кем не спорил. А корреспондент говорит, ни с кем. Да не может быть. Он говорит, может быть и так. Он даже на это согласился. Письма надо бы на все сохранять. Это эпистолярное наследие потомкам. Очень многое мы узнаем из писем тех, кто жил перед нами. Письма – это живые свидетели прошедшей эпохи. Самые древние письма встречаются в наскальной клинописи и на глиняных обожженных дощечках. Царство Хамураппи, Вавилон. И таких писем, долговых расписок десятки тысяч найдено. Не романы, не новеллы писали. Это просто письма друг другу, изъясняясь в любви или в долге. Что в письмах люди пишут? Ну, это у нас потеряевки один. Приехал, и гляжу, письмо получи. Да я говорю, от кого от матери? Большое письмо, толстое. Она его там просит о чем-то. Беречь себя. Пришел утром печку растоплять. Гляжу, письмо лежит брошенное. Я говорю, это твое письмо? Мое. А почему ты бросил? Так я же прочитал его. Так это без по матери. Ее не будет, ты будешь смотреть, какой почерк. Смотри, Горбачев поет, письма старые. Кто слышал, как поет Михаил Сергеевич? Письма Раисы называется. Зарядите, послушайте. И как он все вспомнил. Что же мы тогда не поделили? Разорвав любви там нить. Что не умели все это хранить. Ну, хорошо поет. Он остальные песни-то напел где-то, но нигде их нет. А один у него в Америке выкупил за 450 тысяч долларов. И вот о чем люди пишут. Впервые слово письмо встречается в Библии. В наполненном смертью пакете. Давид, прогуливаясь по крыше, увидел без бинокля, что в саду, в водоеме домашнего у соседа купается женщина. Как он мог рассмотреть, что она лучше, чем его 10 жен? Но он приказал привезти ее к нему. Потом, когда она сказала, что грех не скрыть, и он растет в очереве, то есть она забеременела. Тогда Давид вызывает с фронта ее мужа Урию и пытается сделать так, чтобы он переспал дома с ней. И тогда будут думать, что она защитила от мужа законного. Но тот оказался непревзойденный патриот, а был не еврей. И не пошел домой, так как находил неприличным утешаться с женой, когда армия находится на войне. Интересно, вот отпуск у Гитлера давали отпуск. Воевали и давали отпуск. Вещь неслыханная. Тогда Давид решил вообще ликвидировать ее законного супруга и завладеть этой овечкой. Когда убийство уже совершилось, и царь забрал непринадлежащий ему, к нему пришел пророк Нафан и обречил беззаконника. Давид осознал это преступление свое, и горько потом всю жизнь оплакивал это свое безумие. Второе царство, 11-14-15. Поутру Давид написал письмо к Яаву и послал его с Урию. А в письме он написал так. Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. А он был в охране Давида. Он боец был, герой, патриот, смелый. И погубили. Но это помогло появиться на свет самому знаменитому его псалму 50-му. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Это Псалом Крови. Самое читаемое произведение в течение трех тысяч лет в мировой истории. 50-й Псалом. Псалом 50-16. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Язык мой восхвалит правду Твою. Впервые слово письмо заложило в себе зловещий смысл. Для многих это потом повторится и в другом плане, когда органы власти, слежения, будто что-то обнаружат в письмах, будут. Эти письма послужат их автором причиной их ареста и смерти. У меня также было. Письма мои арестовали, где я написал стихотворение про Ленина. Стоит в свой рот ощерев, по мету птиц подставив голый череп, вождь атеистов сонмище иуд. И это все подшито у меня в деле. Солженицына тоже арестовали за письмо, которое он написал другу, и в котором он написал о Сталине, что он не друг народа, а пахан. Иезавель цариса написала такое же письмо, чтобы оклеветать невинного человека на вуфе. Третья книга царств 21.8.13. Вот считать мне затруднительно. Я вот задержусь, вы сами прочитайте его. Сарю Ахаву понравился виноградник его соседа, и он решил завладеть им. Но так как тот держался за ним очень крепко, он решил вырвать его уже из мертвых рук. В этом была главная роль его жены, пронырливой Изавели, которой за это потом съедят псы. Нашли двух стукачей, и сотрудники тогдашнего КГБ устроили все в лучшем виде, погубили невинного. Слово «писать» встречается в Библии 735 раз, в разных вариантах. Исшедшие из египетского плена евреи знали уже грамоту. Могли вести канцелярскую работу вполне прилично. Об этом говорит Бог Моисеев, Исход 18.21. Ты же усмотри себе из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть. Поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И письма водителями. Так было во времена разгула большевистского НКВД, как описывает Сложеницын Александр Исаевич. Требуется в лагерь печники 10 человек. Разнарядка пришла на район арестовать. Председатель колхоза понял, что рано или поздно и его сгребут. Он посылает своего друга, у которого 10 ребятишек, но который, по несчастью, является печником. С его пацаном в район отвезти письмо. Он знает, что кто-то должен лошадь пригнать обратно-то, так как дает письмо им, в котором написано письмо, что вот он им прислал печника в ГУЛАГ. Человек везет письмо, в котором говорится, чтобы его же и убили. Первая ездра 4.7. И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мефридат, Табиэл и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Когда ездра вышел из плена и начал строить храм, в это время враги зашевелились все. А ездра поставил задачу, в первую очередь, построить стену. Нам надо оградиться от врагов. Нам тут точно так же нужно оградиться уставом от внешних. Что можно и где предел. Я про Потеряевку говорю. Соседи из Кольщины нас задавили. Но приезжал уже прокурор на неделе. Их выдавили отсюда со скотиной. И теперь мы не слышим ни одного мата от несчестивцев. Они тут матерились. Летели день и ночь их маты, эти коммунистические мантры. Три года они нас давили. Не было продыху. Но Бог услышал страдальцев своих. И оказал благовременную помощь. Мануэлов Анатолий Сергеевич, директор Кольщинского совхоза, как истинный коммунист, сказал прокурору. Из принципа пойду, сожгу, что там есть наше. И разрушу все. Но попам этим ничего не оставлю. Даже полувековые развалины свинарника, шлака Литову, куда еще можно было бы скотину загонять летом, там ничего нет, кроме стен полуразвалившихся. И то решил разломать, чтобы лежали груды развалин. И нам бы ничего не досталось. Но это он не успел выполнить. А загоны и жерди они увезли за 4 километра. И там теперь одни стоят. Ездри окрестные стали люди мешать строить. И нам это положение особо понятно ныне. Пошли подметные письма, то есть подбрасывали анонимные письма. И письмами душили Ездру, как их лидера. А он ноль внимания на них. Собака лает, а караван идет своей дорогой. Буква пропущена. Тогда они составляют кляузу царю. А Ездра уже возвел стену. И враги так ахнули, да сколько успешно у них все идет. И поняли враги, что они ничего не успели. И руки у них опустились. Покоряйтесь, язычники, ибо с нами Бог великий и страшный. Когда переселенцы возвращаются на родину, то окрестные народы, безбожники, стараются их искоренять. Они пишут жалобы на этих поселенцев. Они же приезжали и замеряли у батюшки дом, чтобы доказать, что вроде бы мы на незаконные какие-то деньги строимся. А Кулеба, председатель совета, Эммануил, директор совхоза Корчинска, были тут. И, как теперь видно, что может с наводки этого милиционера, поселившегося здесь завистника, Геннадия Петровича Дружинина, сделавши нам великие грязные пакости. Откуда где у папа деньги? Вот еще два письма, в которых повелевается умерщвлять врагов. Ну, я поехал прокурор у края этого района, Риперт, Юрий Николаевич, и он показывает целую пачку от этого милиционера, который поселился в Потеряевке, подполковник, у сына своего. Я говорю, а почему меры не принимаете? Да ерунду гонит. Целая пачка. Ну, потом я нападал в встречный суд, и он перепугался, говорит, от страха умер. Ну, дальше, книга «Есфирь», 3 глава, 13 стих. И постные письма были через гонцов во все области царя. Большое письмо я задерживаю, и вы сами прочитайте его. Мне затрудительно считать. Видите, как много здесь. Прочитайте и увидите, как надо писать письма. Бог Саваоф разрушил замыслы проклятого гордеца Амана, и весы качнулись в другую сторону. И тогда царица «Есфирь», еврейка, сумевшая склонить на свою сторону грозного властелина, пишет иное письмо, и ситуация переменилась на прямо противоположную. «Есфирь, какие места, список всего указа, и о чем она? Ну, Турима не празднует, что евреи могут обороняться». И вот, прочитайте. Все эти письма наполнены призывами к смерти, как будто ничего в то время не умели писать, как только призывать к смерти. Когда я вел занятия в Новосибирском академгородке в Доме ученых, меня спрашивали, откуда же это Иудина племя в России, и как их изгнать отсюда, ибо они захватили все и пьют нашу кровушку. Профессора меня спрашивают открыто, отвечая, что гнать никого не нужно, тем более тех, у кого такая защита, не в лице только их соратников и жен, которые у самых больших начальников в министерствах, еврейки, но и потому, что мы христиане, и должны действовать оружием любви. В Новом Завете слово «письмо», то есть «послание», это одно и то же слово. Слово «письмо» здесь встречается 12 раз, и слово «послание» 14 раз. Деяние 9.2. И выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Деяние 15.30. Итак, отправленные пришли в Антиохию, и, собрав людей, вручили письмо. Апостолу Павлу была вверена вселенная, и он писал письма, послания, из которых сохранилось только 14 посланий общинам. Рим, Коринф, Ефес и другие. И отдельным листом. Тимофей, Тит, Филимон. 1 Коринфянам 16.3. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. 2 Коринфянам 3.1. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Третья езра, 14.12.42. Всевышний даровал разум пяти мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им и чего они не знали. Письма – это вещественное доказательство любви. Иоанн Затаус, это третий том его творения. Целые тома писем Феофана Затворника, Лескова, Толстого, Чехова, да и многие другие, это оставили нам неоценимое свидетельство о той эпохе. Как многому мы научаемся через них. О письмах написаны песни, когда я на почте служил ямщиком. Или письмо мне напиши куда-нибудь. Прокурор, следователь, арестовывая почту, подшивает все захваченное к делу. Мне легко об этой теме говорить, потому что много писем писал. А теперь много уже по электронной почте. У меня так и было, везде арестовали мои письма пасхальные. А там стихотворение «Клуб». Клуб. Было оно мне поставлено в великую вину, что это подрывает основы нерушимого Союза. А я там написал «Стоит громада камней и гранита, культуры храм, безбожия каньон. Здесь старый малороссийская элита, глазеющая в прошлое свое». Писал Некрасов. Где была молитва, Курение Амбра восходило здесь. Теперь гудит, как Куликова битва, Разврат, гордыня, матерщина, спесь. Клуб атеизма, Черный клуб из дыма, Да преисподней жуткая дыра. Дрожит экран из сауна Холстина, Убийство душ подсмертное ура. Поток из лжи и камнепад хулений, Как селевой обвал несется в зал. Припомните, как вилл коварный Ленин Об этих душегубках предсказал. Кратчайший путь к людским умам и душам, Экран вблизи и теле издали. Смертельная хватка и пепеляты душат. Огнеогонь страстей, безбожья, тартар стужи, Россию к катастрофе привели. Это я писал в 1980 году. За неделю до ареста вдруг перестала почта ко мне идти. Существует уголовная статья за нарушение тайны переписки. Считал, что кто-то послал письмо, И оно через 32 года дошло до живого еще респондента. У совершенствованная почта, это телеграммы, Телефаксы. Иные считают письма несовершенно видим в связи, Что не успевают за событиями. А вот я считаю, что письма почти самое совершенное в способе передачи мыслей. Если ты позвонил, то отошел, и нигде ничего нет. А письмо я могу через день и через год взять в руки. И наши потомки могут считать их. Пишите чаще письма вашим родным и близким. Не жалейте на это время, на доброе, на чистое. Что напишите, это так нужно нам и тем, кто придет за нами. И вот сегодня пишут письма, которые писал Власов своей жене, Андрей Андреевич. Гальдер пишет, что Манштейн писал, Гудериан. Это все в письмах сохранилось. И сегодня люди говорят, они уже тогда понимали, Что что-то неладно, с близкриком-то не получается. Оптинские старства, такие как Амброси, Писали более десяти писем в день. Притом не две или три строчки. В житиях святых на это указывается, как на особый дар. Мне же известны те, кто родной матери за десять лет Не писали ни одной строчки. Гляжу, письмо какое-то валяется. Подобрал по почерку, узнал, что это Слава Старков. Получил от своей матери, мамы, письмо. Спрашивает, что же ты выбросил? Отвечает, что он его прочитал. Странно и страшно. И показал, как это интересно я ему, хранить письма. У меня их переплетено теперь шестьдесят семь томов, По пятьсот-шестьсот страниц. Ко мне приходят гости, Они в моей уникальной библиотеке берут с полки эти тома. А они им кажутся интереснее, чем все добротолюбия. Иные письма на двадцати более страниц у меня. Все свои письма я пишу под копирку, И копии тоже переплет, что я пишу. А потом и сам к ним обращаюсь при необходимости. При написании письма иногда до десятка книг открываю, Чтобы ответить на вопрос человека. Там наклеишь разные вырезки, надписи, картинки. И они как говорящие. И ты можешь, может быть, как участник событий. Пятнадцатого мая. Пахомий Великий брал под контроль все письма, Какие приходили или выходили из монастыря. Такое правило в армии и в лагерях. У нас такой же порядок был в лагере в детском. 4 февраля Сидор Пелосиот. До нас дошло в 2 990 его писем И до 10 тысяч посланий. Сколько картин написано о письмах? Казаки пишут султану. Кто это пишет? Илья Ефимович Репин. Письмо с фронта, где солдат на костылях виден. Тому, кто не пишут, что не пишут письма, Ничего не посвящено. Письмо буквально возрождает, поднимает человека. Притча 25-25. Что холодная вода для истомленной жаждой души, То добрая весит с дальней стороны. Расул Гамзатов пишет стихотворение о неблагодарном сыне, Который про мать забыл и не пишет ей письма. Я его прочитаю, это стихотворение. Не аист на грядке зеленого лука Тебя опустил и земле даровал. Рожден ты на свет и в страданиях, и в муках, как люди. Хоть ты человеком не стал, не стал человеком, Но выбившись в люди, родимую мать позабыл ты давно. А мать все равно ожидает и любит. Что делать? Сына забыть не дано. Ей долгая ночью не спится, вздыхая, Она терпеливо сидит у окна. И блещет тоски ее, не понимая, Бездетная, глухонемая луна. О нет! Ей не щеки твои пропитые, Небаз твои осипшие от громких речей. Мерещатся кудры твои смоленые, Тот голос, журчащий, как сбонки ручей. Минули не месяцы, десятилетия, Снег таял в горах, утекала вода. И мать, это слово порою в анкете, Чтоб тут же забыть, ты писал иногда. Глядит на дорогу, горянка седая, Конец головного платка теребя. Десятую зиму она ожидает, Десятое лето цветы собирает, Чтоб горными маками встретить тебя. Но ты ни зимой, ни летом не едешь, И нет от тебя долгожданных вестей. Старик письмоносец, стучится к соседям, Смущенно пройдя мимо сакли твоей. Послушай, мой сверстник, земляк неудачный, Ты трезво не помнишь, Хоть вспомни спина. В селении старая женщина плачет слезами, Что крепче и горше вина. Ты тратишь свое красноречие даром, Друзьям-папирушкам оно ни к чему. Слово твое, кроме матери старой, Не нужно, коль правду сказать, никому. Не верит она, что у сына родного Не сердце, а камень замшелый, сырой. Но камни, когда обращают к ним слово, И те откликаются эхом порой. Мне кажется, тот, чья душа очерствела, Кто детство забыл, и родимую мать Продаст незадорого друга и дело, Тот с легкостью родину может предать. Какие виды транспорта для писем были? Почтовые кареты в виде мельницы особая, На высоких местах вышки, Где, как моряки, флажками Передавали одна станция к другой Телеграммы тогдашней. Почтовые голуби, ну и спутники. Письмо на каменных стрижалях Сам Бог написал Своей рукою. Когда спросишь, А писал ли Христос письма, Никто не может сказать. Слушайте. Но в житии Фаддея за 21 августа И про царя Авгаря Есть, что Христос написал ему письмо. Исход 24, 12 И сказал Господь Моисею, Взойди ко мне на гору и будь там. И дам тебе скрижали каменные. И закон, и заповеди, Которые я написал для научения их. Чтобы писать письма, Нужно и почерк иметь хороший. Раньше Громотеев не так много было. И вот рассказывает в одной деревне, Пришли к такому, Чтобы он помог письмо сочинить. А он и говорит, Что нога болит, пока не может. А при чем тут нога-то? Тебе же рукой писать. Да дело-то в том, Что я должен письмо сам снести. Да зачем же сам-то? Мы уж сами как-то отнесем. Нет. После меня мой почерк Никто не прочтет. Только я сам. Мне нужно идти, И там я прочитаю сам. Елена Бловацкая, Эта ведьма, Сидела в кругу друзей, И внезапно получала от сатаны письма, Которые падали из пространства сверху на стол. В житиях много раз упоминаются О переписке 4 декабря, На февринге Иоанн Дамаскин. Подметное письмо было подброшено Калифу Дамаска. Обвинение не было проверено. И по этому обвинению Иоанну отсекли руку. Подметные письма были доставлены Сталина на Тухачевского И на других военачальников. И они были казнены. Фомаде Фуркин не распечатывал письма. И когда эти письма возвращали Написавшему, То в них уже лежал его ответ. То есть, Письма не распечатывал, А ответ уже в них лежал. Их эти письма, Кто послал-то назад, И возвращали. Сейчас много подметных писем О мальчике на берегу. И как опасно не переписать это письмо. И кто перепишет, Тому будет счастье. И переписывать нужно 40 раз. Видимо, это разбрасывают сами почтовики, Чтобы люди конверты у них покупали. Я говорю, Решение переписки в заключении, Это очень большой удар. У меня в лагере не было ограничения в переписке. И я иногда сразу до 30 писем получал. Из Японии, США, Канады, И других стран, И даже из ООН. Но мне их не выдавали. Только просчитаю в кабинете политработника. И забирали. Об апостоле Павле говорили. Но хранили, когда я возвращался из тюрьмы. Освобождение получил. Мне их отдали. Не все, правда. Второе. Коринфян 10.10. Так как некто говорит, В посланиях он строг и силен, А в личном присутствии слаб. И речь его незначительна. Святой Иероним в письмах Очень обречал безнравственность священства И беспорядки в церкви. Так называется о нравственности священства. Его обвиняли, что он грязь от церкви Матери распространяет. Что он хамов грех делает. Святую мать православную церковь раздевает. Воду на мельнице врага льет. Его письма, язычные от руки, Переписывали и размножали. Даже друзья все от Иеронима Отвернули за такие его письма. Но сегодня нет ни одного из них и в помине. А Иероним известен во всем мире. Самый почитаемый на Западе. Этими письмами он выжигал коросту На теле церковном. А тут взяли племянника у нас в армию. Он одно письмо написал, Сотню ошибок на две страницы наляпал. И ему потом мать написала о том, Что я, дескодядя, нашел ошибок темную. А он ничего лучше не придумал, Чтобы над ним не смеялись. Решил, что не следует никому показывать Своё невежество. И не писал два года писем никому. Так на коре березовый рисунок Еще прислал Катеньке. Но без писем своих. Да за два года можно было язык Хамураппи выучить-то, институт закончить. Но дубовая мозги отшибла лень. Советская мигрень мозги Смихнула на бекрень И завихнуть назад не хочет. Письмо нужно писать интересное. Не просто поздравление. Письмо должно быть информативным, Помогающим, ободряющим. Полностью исчезла переписка Сергия Радонежского с Дмитрием Донским. И почти вся сталинская эпоха Без права переписки, То есть расстрел. Сколько сожжено было писем. Миллионы и сотни миллионов писем, О чем писал Соженицын. Дионисий Александрийский Имел неосторожность в письме В чем-то неясно выразиться. Его обвинили вне православия. Я говорю, у меня точно так же Было обвинение от тех, Кто обратился в православие В моем же доме. Так, Гена Яковлев В этом меня клеймил. Моего православия было вполне достаточно, Чтобы вы стали православными. Достаточно? Вот на этом и остановитесь. А то святее Папы Римского Стали в момент. 16 сентября по новому стилю Анфим Некомедийский. Наша церковь Потеряевки Так и называется. Свято-Анфимовская. Писал письма заключенному в темницу Для утешения И отправлял с дьяконом. Дьякон попался И началась тогда раскрутка. Филиппийцам 3.1 Впрочем, братья мои, Радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня Не тягостно, А для вас назидательно. Писать нужно о полезном, Святом, открыто, с любовью И строго, не ласкательствуя. Свиток, письмо положили на грудь Крещаемого Феодостя Младшего, Епископа. Дело же было так. В стране, где жило язычество, И борьба шла не на убеждение, А на разрушение языческих капищ. И самый красивый храм языческий, Старк не разрешал. Когда от купели проходила процессия С крещенным, Будущим наследником, императором, То на грудь младенцу И положили эту просьбу, Как до сего момента Никак не удавалось добиться указа На разрушение главного капища Богу Маргнасу. Отец Аркадий Почитал это письмо И признал, что хотя Прошение подано и не по форме, И не по правилам, Но все же учитывая Такой торжественный момент, И притом это первое послание Будущему императору, И нехорошо было бы так Начинать свое царство с отказов По росьбе, Дал указание Разрушить этот мавзолей И дворец съездов И бульдозера двинулись И стерли эту мерзость И болот в болото, Чтобы пустышка ядовитая Не отравляла Красную площадь столицы То есть Зюгановская вобла Говорится о мощах Ленина. Посмотрите, с кем вы переписываетесь, Кроме родственников? Кто к вам заезжает? Почему гости приезжают Всегда к одним и тем же людям? В нашей деревне? Почему наше сердце Никого больше не вмещает? Проверьте себя и в этом. У меня в среднем В год 1200 писем уходит. Ты себе хоть бы раз Поставь вопрос, Кто у тебя друзья? Когда меня посадили, То Надя дала телеграмму Во многие города Друзья мы все молились. Я как на хрилях летел. Перемерь к себе Своим воображением, Что у тебя было бы. Почему Златоуст Когда отправляли его В никому неизвестный Кукус, То весь Константинополь Переселился на дороге, Чтобы провожать его. И шли туда, Как в столицу, Чтобы увидеть его. Почему? Сейчас пишут, Что когда поснимали Этих дармоедов, Первых секретарей Райкомов и крайкомов Людоедской КПСС, То к ним никто не приходит И не звонит. И они жмутся К навозным кучам И жалуются на всех. Потому что при жизни Его кормила его должность, А вдовы и сиры От него не питались. Он прожженный эгоист. У него сердце Ржавая железка, А от него дух Смертный за версту. Он все бросал В свою ненасытимую Коммунистическую утробу Жадного злодея. Где эти Чурбановы, Дочь Брежнева Галина, Горбачева за границей Больше любят, чем дома. Где переписка Наших декабристов. Со мной сидел Преподаватель Космонавтов Лозин Анатолий Максимович. Ему ни одной передачки Не было. Ни одного письма Не пришло. А директора Мамонтовского рыбокомбината Сивера Владимира Митрофановича Завалили передачками. Он даже свою пассию Кроме жены была Женщина Учил за свой счет На тот случай, Что если его не будет, Что Барама могла жить. Он думал и о ней. А этот Ни о ком. И потому покинут был всеми. Не думайте, Что вы не пишете писем Потому что вам некогда. Дело вовсе не в этом. Для телевизора, Для газеток Время находите. Пишите письма родным. Утешайте Нуждающийся вас. Потому они пишут люди, Что они знают, Что ничего от их писем Не изменится. И никому их письма Не нужны. Потому они хотят Бумагу зря портить. Сивер везде делал Людям на пользу. И оказалась Одна из охранниц, Та, которой он дал Квартиру. Теперь она не знала, Как бы ему помочь. А однажды она Переоделась в его шубу. И вынесла И на волю. В письма И пакеты Закладывают Пластиковые бомбы. И взрываются При вскрытии Получателем. При чтении писем, Когда этим их Внимание отвлекли, Погибли Троцкий, Бронштейн, Лейба, Александр Гмень. Письма пишут На бревнах Закрещенные, Когда такие Дошли до дома, Как в фильме Показывают. Один царь Попал в яму На войне. И там Выткал ковер, На котором Напиздял надпись. Ну, грузин. И он отдал Этот ковер Страшнику И сказал, Кому продать. Получишь Через него Очень много. А на ковре Было написано, Где он находится И получил свободу. Видел в Америке, В Лос-Анджелесе Пять самолетов Летели в воздухе. Это я говорю уже О том, что видел. И выбрасывали Через компьютерную Систему Облачка. И получались Буквы. Реклама. И они расплывались Далеко-далеко Было видно, Но на небе. Расползается И плывет Над городом Целое предложение. Такое. Ничего Лучше Потеряевки Нет. Примерно Такая реклама. Первая в мире Почтовая марка Отправленная В Австралию Случайно Найдена На чердаке Продана На аукционе За 1 миллион 200 тысяч долларов. Нам бы Такую найти На наших Чердаках-то. Собиратели Марок Филателисты Иногда Обладают Целым Состоянием. Это Кто Сучит Ко мне С толстой Сумкой На ремне? У нас Тут был Гавриил На начале Дурковать И отказал Ему Приезжать На следующее Лето Но если Уж так Ему Хочется То пусть Найдет Двух Человек Которые Знают Его И могут Походатайствовать Дать ему Характеристику Он За целую Зиму Не мог Найти Никого А работал В Москве Или где Там Есть один В Москве Работали Когда-то Вместе Но он Говорит Обо мне Хорошего Тоже Не скажет Вот так Жить Это уже При жизни Осужден Будешь И будешь Бегать Из угла В угол И не найдешь Выхода И так Этот Гавриил До крещения Был Геннадий А запил И опять Уехал И Никуда Пропал Вот Эта тема Закончена У нас Будет Сегодня Еще Маленький Сейчас Отключаю То есть Останется Включу